Это наши новости. Мы начинаем работу в эфире в студии Кирилл Политов. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. В глубоком минусе, без автобусного сообщения и тепла, к чему еще привели морозы на Алтае? От жизни собачьи жители Барнаульской улицы Фурманова боятся выходить на улицу из-за бездомных псов? Кому не страшны морозы? Волонтеры снежного десанта сегодня отправились помогать жителям районов края. Итак, арктические холода, которые пришли на Алтае, испытывают на прочность жителей региона. Одними из первых на себе это почувствовали пассажиры междугороднего транспорта. Сегодня в рейс из Барнаульского автовокзала не вышло около четырех десятков автобусов. Транзитный экспресс из Усть-Каменогорска в Новосибирск сломался в районе села Калманка. 36 человек разместили в придорожном кафе. Люди отказались от помощи, остались ждать на месте, пока водитель починит машину. У автобуса замерзли топливные фильтры. В самом автовокзале пассажиры массово сдают билеты. В такой ситуации возвращается полная их стоимость. Некоторые перевозчики уже объявили об отмене поездок и на завтра. Без отопления. Еще накануне остались жители 14 многоквартирных домов Камня-на-Аби. Причина ЧП – порыв на теплотрассе. Чуть позже, уже ночью, мастерам удалось запустить тепло в 13 зданиях. Оставшийся дом обещают подключить до конца дня. Но вот в то же время дорожные службы региона перешли в режим повышенной готовности. В зоне внимания две федеральные трассы. Одна – это до границы с Республикой Алтай, другая – до Казахстана. На линии работают 12 автомобилей, которые каждые 2-3 часа проводят осмотр дорог. Спасатели края обращаются ко всем автолюбителям с просьбой в ближайшие дни воздержаться от дальнейших поездок. Добавляют в экстренных случаях звонить по телефону 112. Еще раз номер 112. Коммунальщикам в сильный мороз сегодня пришлось устранять очередную крупную аварию в Барнауле. На этот раз порыв произошел на улице Телефонная. В итоге половина микрорайона стала напоминать большой каток. Сотрудники ГИБДД перекрыли сразу несколько участков, а дорожники приступили к уборке последствий. Автомобили и общественный транспорт были отправлены по другим улицам. Мастера водоканала отключили один из домов от подачи воды и начали восстановительные работы. Устранять будут до конца дня. Напомним, это уже не первая коммунальная авария. В начале года, с начала года, несколько дней назад тысячи жителей города остались без воды и тепла сразу из-за двух повреждений. С учетом серьезных холодов число порывов может увеличиться, опасаются барнаульцы. К другим темам. Стая собак не дает нам жить. К нам в редакцию обратились жители улицы Фурманова, Барнаула, где уже год обитают бездомные животные. Раньше они только пугали детей и взрослых, сейчас начали убивать домашних питомцев. Вот как быть в такой ситуации и почему самые простые решения не работают, расскажет мой коллега Андрей Дреер. Станислав Алферов тогда успел отбить питомца, свою дворнягу по кличке Лайка. На него и самого, говорит, бездомные собаки нападали дважды, одна даже кусала. А вот кота-индусы из драки Станислав выточил уже поздно. Лопатку здесь пробили, как этими клыками, хромает он. Зимой в районе улицы Фурманова сугробы помогают бездомным животным перепрыгивать через заборы. Стаю воруют у домашних питомцев еду и атакуют, если охранник дома сопротивляется. Вот собаку порвали, домашнюю собаку дворовую порвали, бродячей сегодня. И еще два кота. Мы отправились на поиски. Оказалось, стая живет в ближайшем заброшенном доме, почти превратившемся в свалку. Когда мы пришли на место, то увидели всего двух собак, да и вид у них не слишком боевой. Видимо, остальные ушли в поисках еды. Приезжали волонтеры, которые, наверное, работают с лаской. Две девочки и парень на машине. Я им тоже показывал, где они обитают. Ну, тоже вот так вот два щеночка и никого больше нет. Настоящую стаю нам все-таки удалось найти. Их место обитания – свалка за магазином. Сюда они прибегают из своего частного дома. Как только утром на территории магазина открывают ворота. Здесь привольно и всегда рядом покупатели с пакетами продуктов. Иду, а там выскакивает 15 собак. Просто. От мало до велико. Я быстрее им хлеба накидала и бежать быстрее. Потому что страшно. А детей страшно отпускать. Ситуация не меняется год. Лариса Печатнова собрала уже небольшую пачку писем-ответов от различных инстанций. Отделение полиции, например, передало обращение в администрацию железнодорожного района. Жители собрали уже 42 подписи. Но власти города тоже переложили ответственность. Пришел ответ, что передано в организацию «Ласка». Так. Ну что в «Ласку». Короче, наше заявление передали. Но «Ласка» не может постоянно принимать новых животных. В 2018 году к ним поступило почти 1200 четвероногих. При этом пристроить к новым хозяевам выходит только процентов 40. А усыплять здоровых собак и кошек теперь запрещено по закону. Поэтому остается находить причину появления собак и бороться с ней. Вот она, главная проблема этого района Барнаула, впрочем, как и многих других. Свалки, которые не умеют вовремя убирать. Постоянное место борьбы бездомных, как животных, так и людей. И пока здесь все будет оставаться в таком виде, будут оставаться и собаки. Закрыть крышками или убрать баки – вариант. Но, по словам зоопсихологов, есть еще более эффективный способ лишить стаю еды. Даже если животные не уйдут, интерес к человеку потеряют. Нужно просто перестать подкармливать собаку. Если она выучила, что на этого человека надо погавкать, вот она сама выявила такую закономерность, то он пугается и ей кидает кусок хлеба, чтобы от нее откупиться. А то она будет делать так. Зоопсихологи – это люди, которые лучше всего понимают собак. Например, в Барнаульском клубе «Друг» есть целая программа, по которой практически любую дворнягу можно обучить хорошим манерам. Специалист клуба Надежда Курганова говорит, если бездомные начали убивать домашних, значит, они уже полностью освоили территорию. И вести себя с животными нужно максимально аккуратно. Лучше всего обойти эту стаю, не пытаться ни в коем случае не провоцировать. Очень часто даже взрослые люди, детям показывают, и взрослые люди, может быть, вы там даже видели, что поднимают вроде бы как камень, на них замахиваются, и собаки убегают. Это 90%, что собаки убегут, напугаются. И из 110% получается, что собака может атаковать. То есть начинатель драки в итоге человек. А значит, и способы решать проблемы нужно искать существу разумному. Перестать подкармливать, убрать свалки около мусорных баков, стерилизовать собак, даже домашних, прививать их. Конечно, жителям улицы Фурманова во всем этом придется ждать помощи. Андрей Дривер, Николай Шелко, Андрей Печеркин. Наши новости. В мере пресечения отказа, но в Октябрьском районном суде Барнаула слушалось дело о воспитателях элитного частного детского сада «Хэппи Бэби». Трое из них и заведующие уже находятся под домашним арестом. Вопрос о мере пресечения еще одного педагога решался накануне. Все основания для того, чтобы находилось лицо в изоляции, они присутствуют и по-другому быть не может. Они предоставлены следствием. Напомним, по данным следствия, на протяжении нескольких месяцев педагоги детского сада «Хэппи Бэби» издевались над малышами. Все эти действия зафиксировали камеры видеонаблюдения. Родителям за 19 тысяч рублей в месяц здесь обещали индивидуальный подход каждому ребенку и опытных педагогов. Но вместо этого малыши получали синяки, некоторых насильно в одиночестве оставляли в темных помещениях. От действий воспитателей таким образом пострадало 14 воспитанников детского сада. Три педагога и заведующая находятся под домашним арестом. В отношении еще одной обвиняемой женщины суд отказал в подобной мере пресечения, ссылаясь на то, что все следственные действия уже закончены. Все следственные действия окончены. И после ознакомления обвиняемых и их защитников с материалами уголовного отдела, оно будет передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. В селе Пруцкое Павловского района отказались от бестарного вывоза мусора. Там появились современные бункеры и евроконтейнеры. Пока в алтайских селах от бытовых отходов избавляются, что называется, по старинке. Собирают мешки и прямо выбрасывают их за сарай или на дорогу. Напомним, что с 1 января в силу вступил закон о мусорной реформе, который, по идее, должен решить эту проблему и другие в крае. Но тему продолжит Ирина Корчагина. Бросали мусор за сарай из машины на дорогу. Везде стоял зловонный запах. Жители села Пруцкое вспоминают, еще вчера их не сильно волновало, куда выбрасывать бытовые отходы. Раньше в поселке хаотично валялись мешки с мусором. Их разрывали вороны и бродящие собаки. Теперь же к этому и к другим бакам еженедельно приезжает мусоровоз. В 21 веке в селе Пруцкое наконец-то появились мусорные баки. К евроконтейнерам жители села шли 5 лет. Именно столько местной администрации искала выходы из мусорного коллапса и антисанитарии. На днях регоператор помог сельсовету. На территории поставили 10 евроконтейнеров и 9 мусорных бункеров. Посмотрели, как людям будет удобно, где подходить, чтобы не было одним идти 300 метров, одним идти 400 метров, а одному идти 5 метров. Мы довольны действительно, что сейчас вот идем и спокойно мы мусор бросаем, что не будет на улице, он нигде валяться не будет. Все затраты, более 200 тысяч рублей, взял на себя региональный оператор по Барнаульской зоне. Недавно организация реализовала такой же пилотный проект еще в одном селе Павловского района, в Новых Зорях. Но больше обеспечивать контейнерами сельских жителей не будут. Бруцкой, Новый Зорий – это окончательные денежные средства, которые могли быть выделены со стороны рекоператора. По закону теперь именно муниципалитеты должны заботиться о количестве и состоянии мусорных баков или бункеров, а не регоператор. Но в сельских администрациях часто ссылаются на отсутствие финансирования. А пока Пруцкой и Новый Зорий – единственные села в Алтайском крае, где мусор вывозится централизованно. Они раскидывают на обочине. Ирина Корчегина, Александр Антропов. Наши новости. 26 школ и 52 детских сада на Алтае закрыты на карантин. Еще в 50 школах и 114 дошкольных учреждениях занятия приостановлены частично. Эпидпорог по гриппу в регионе превышен на 61%, сообщает Роспотребнадзор по краю. Только за прошлую неделю зарегистрировано 26 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Большая часть, почти 70% заболевших – это дети. По данным лабораторных исследований, циркулируют вирусы гриппа АН1Н1 и АН3Н2. Напомним, в крае действует карантин. Посетителей не допускают в медучреждения. В общественных местах введен масочный режим. Но вот они не боятся ни гриппа, ни морозов, готовы работать бесплатно и вообще не требуют особых условий. Сегодня на Алтае стартовала зимняя патриотическая акция «Снежный десант». Ее участники отправились в 19 районов края рано утром. В нашей съемочной группе, скажем честно, было холодно. А вот о нем-то нет. Почему, расскажет замерзшая Анастасия Дороган. В день старта зимняя акция «Снежный десант» на улице, как правило, лютый мороз. Впрочем, как и на сезоне. Например, сегодня минус 30. Участники акции даже спорят, у кого в районе было холоднее. И чем больше минус, тем круче. Но в самом десанте тепло. Вот такое существует поверье. И это действительно так, подтверждает уже тысячи бывших бойцов «Снежного десанта». Участники этого года проходят тест-контроль прямо сейчас, на официальном открытии ежегодной студенческой акции. Минус 40 – это как плюс 20, наверное. Отряд, вся вот эта деятельность, то, что мы делаем, это все согревает. И никаких домыслов, горячительное под запретом, иначе отчисление из вуза. А дел в десанте много. Рассказать школьникам о том, в какой поступить в вуз, помочь старикам почистить снег. А еще спортивные игры, концерты, которые сами студенты придумывают. И все это каждый день. Таким десант зародился на Алтае 50 лет назад. Сегодня эту акцию подхватили и другие регионы России. 40 регионов участвуют вместе с нами в этой акции по всей стране. Штаб непосредственно находится в Алтайском крае. Мы очень дорожим этим. Мы, конечно, будем всемирно способствовать и помогать дальнейшему развитию. За последние годы снежный десант стал оказывать профессиональную помощь. Так медики отрядов вместе с опытными врачами автопоезда здоровья осматривают население. А студенты-юристы спасают жителей сел, например, от потери имущества. И такие случаи были. Проблема в дальних деревнях с юристом. А населению необходимо кому-либо проконсультироваться. Поэтому я еду. Но в целом студенты едут в десант по двум причинам. У бойцов даже есть поговорка. Лучший друг – друг из отряда. Это раз. А два – узнать себя по-новому. Может, ты научишься петь, танцевать, КВН показывать. Нести людям радость. Детям, взрослым, всем. И такой настрой продлится все 10 дней студенческой акции, каждый из которых отряды встретят в новом поселке. Добираться туда, несмотря на морозные прогнозы, бойцы, как и 50 лет назад, намерены на своем традиционном транспорте – на лыжах. Анастасия Драган, Николай Шелком. Наши новости. В завершении выпуска о погоде. Это сейчас актуально. Спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Реагируете на погоду? В любую погоду лекарство «Гинкаум» способно устранить головную боль, головокружение, шум в ушах. «Гинкаум» в два раза дешевле аналога. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. 2 февраля в Крае переменная облачность без осадков. До 32 градусов мороза ожидается в Заринске, в Бийске – 29. Камни на обе, Белокурихе – 27,0. В Барнауле без осадков ночью до минус 34. Температура днем – 30 градусов мороза. Одевайтесь теплее. Напоминаю телефон редакции в Барнауле 722 440. У меня на этом все новости. До встречи. Берегите себя.